Много лет назад Зиновий Маркович и подумать не мог, что его ждёт карьера военного. Простой мальчишка мечтал стать историком, но судьба распорядилась по-своему. Когда солдату-срочнику Красной Армии, рядовому танкисту-разнику до дебеля оставалось несколько месяцев, началась Великая Отечественная война. И вот стоят в строю танкисты в кирзовках, шлемофоны такие, понимаете, и удивляются, как же так, как это так могло случиться. Это же наша армия всё-таки такая легендарная и прочее. Да мы же их разобьём, вы нас пустите в бой. Вот такой был настрой, патриотизм. С этим настроением Зиновий Маркович прошёл всю войну, освобождая родину от захватчиков, побывал во многих городах. Во время очередной попытки прорвать блокаду в 43-м году в Ленинграде встретил ту единственную в своей жизни женщину – будущую супругу Ольгу. Вместе они живут уже больше полувека и всё это время поддерживают друг друга. Они же у нас ещё активные жители, они у нас во всех мероприятиях принимают участие, выступают везде. Мы их, конечно, очень любим, оберегаем и постараемся, чтобы вот их жизнь была достойной. В честь 95-летнего юбилея Зиновию Марковичу от имени городской администрации вручили подарки. Без угощения гости не ушли. По словам юбиляра, служба службой, а фронтовые 100 граммов ещё никто не отменял. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События.